На крайнем юго-востоке СССР, при море, расположена Уссурийская тайга. Уникальный уголок исхонно русской земли. Богатство флоры и фауны Уссурийской тайги ошеломляет. Животные растения, типично северные, свободно соседствуют тут с представителями типично южных видов. А некоторые из них можно встретить только здесь. Субтитры создавал DimaTorzok На карте Приморья навеки оставили свои имена замечательные русские землепроходцы Ерофей Хабаров, Геннадий Невельской, активно исследовавшие и осваивавшие эту далекую и труднодоступную тогда окраину русской земли. Несколько тысяч видов растений, около 80 млекопитающих, 300 видов птиц, 17 амфибий и рептилий и более 10 тысяч беспозвоночных, таково фантастическое богатство этого уцелевшего от древних ледников уголка Дальнего Востока. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из поколения в поколение, уходя в тайгу, они оставляли в тайнике гильзу, как дань традиции, как залог удачной охоты. Местным жителям был известен не только женьшень, корень жизни, символ уссурийской тайги, но и многие другие лекарственные растения, которые современная медицина активно начала брать на вооружение. Продолжение следует... Продолжение следует... Лимонник... Всего несколько ягод по глубокому убеждению местных жителей возвращают уставшему человеку силу и бодрость. Продолжение следует... Продолжение следует... Оралия... Элеутерокок... У них самое ценное... У них самое ценное корни... Кстати, на стойке из этих корней наши космонавты встречали Новый год на орбите. В тайгу пришел 20 век. Освоение дикой природы — естественный процесс, характерный для всего мира. И, конечно, он порождает массу вопросов и сложностей. Жизнь коренных народностей решительно изменилась. И вместе с большими перспективами, открывшимися для них, остаются и серьезные проблемы, решать которые нужно осторожно и бережно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самый страшный враг тайги — огонь. За считанные часы он способен уничтожить тысячи гектаров ценнейшего леса. Принести гибель его обитателям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот пожар будет потушен быстро. Люди, современная техника стоят на страже тайги, стремятся предотвратить беду, последствия которой могут оказаться непоправимыми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этом месте настоящая тайга не вырастет не через десять и даже через сто лет, если вырастет вообще. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас тайгу заботливо охраняют. Здесь на территории Приморья несколько заповедников. Субтитры создавал DimaTorzok Природу не только берегут, но и приумножают ее богатство. Женьшень, редкий во все времена, научились выращивать на грядках. И растет он быстрее, чем на воле в тайге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня ученые предлагают расширять заповедные территории, создавать природные комплексы. Сердцевиной комплекса остается заповедник, а вокруг него располагаются охранные зоны с ограниченным режимом пользования. Такая постановка дела сулит выгоды и науке, и хозяйственникам, и туристам. Но главное, она поможет надолго сохранить биологическую полноценность и удивительное многообразие уссурийской тайги. И тогда вот эти кадры, Вольный Горал, редчайшее копытное животное, занесенное в Красную книгу, и, как нам сказали, никогда не снимавшиеся в кино, станут обычным делом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok